Телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской публикует памятку, как получить электронный сертификат на технические средства реабилитации для участников СВО. Это платежный документ, который позволяет гражданам приобретать товары за счет государства при наличии оснований на получение мер поддержки. Оформить электронный сертификат можно через портал Госуслуг в отделении Социального фонда России в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Демобилизованным участникам СВО электронный сертификат оформляется автоматически по факту установленной инвалидности. Учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, впервые могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Информирует телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Новая мера, разработанная администрацией Самары, позволит привлечь молодых педагогов в образовательные организации областного центра. Компенсационная выплата носит заявительный характер и предоставляется в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 тысяч рублей. Для оформления выплаты зарегистрированным в Самаре учителям можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. На стадионе «Нефтяник» прошел праздник футбола. Состоялся районный этап федеральных соревнований «Кожаный мяч». Команды из семи районных школ собрались вместе, чтобы показать свое мастерство и побороться за победу, которая является билетом на городской этап турнира. После напряженной борьбы, которая привела к серии пенальти, победу в младшей группе завоевала команда школы номер 129. На втором и третьем местах расположились школы номер 24 и 55. Победу в старшей группе одержала команда школы номер 74. Школа номер 105 заняла второе место. Третье досталось команде школы номер 55. Телеграм-канал Куйбышевского района поздравляет победителей и желает удачи на городском этапе турнира, который состоится 16 мая в парке имени Юрия Гагарина.